Первая всероссийская конференция по спектру ВАГР с международным участием проходила с 10 по 14 ноября в Москве. Организатором конференции был Межрегиональный центр поддержки больных с анеридией «Радушка». Спектр ВАГР – редкое генетическое заболевание с частотой встречаемости в мире 1 человек на миллион. В нашей организации на сегодняшний день зарегистрировано 42 семьи с данным заболеванием. Но по статистическим данным в России таких пациентов должно быть 150 человек. Нужно иметь в виду, что в мире зарегистрировано 180 пациентов со спектром ВАГР на сегодняшний день. И поэтому наша выборка является крупнейшей в мире. Но это не потому, что в нашей стране таких детей рождается больше, а потому, что мы стараемся их активно искать. Первая очередная задача первой конференции по спектру ВАГР – информационная поддержка. Как докторов, работающих с редкими пациентами, так и самих пациентов и их семей. Среди организаций, поддержавших конференцию, благотворительный фонд «Созидание», который с 2013 года реализует обширную программу поддержки пациентов со спектром ВАГР. Мы видим значимость данной программы в том, чтобы каждый пациент, каждая семья нашли доктора и получили комплексную помощь, чтобы они были готовы к лечению своего ребенка. У пациентов с предиспозитившим синдромом, в частности ВАГР-синдром, одно из ключевых моментов является именно ранняя диагностика онкологического заболевания, в частности, нефробластомы. Это критически важно для этих пациентов, потому что только своевременное начало терапии позволяет получить лучшие результаты. Очень важно создавать условия для высокопрофессионального и обязательно комфортного наблюдения детей с различными заболеваниями. И особенно это важно для наблюдения детей с такими сложными диагнозами, как ВАГР-синдром и другими, которые обращаются к нам. В конференции приняли участие врачи разных специальностей, у которых должен наблюдаться ребенок с ВАГР, но часто первым с таким пациентом сталкивается врач-офтальмолог. И именно знание современных тенденций, современных исследований, понимание той ситуации, которая конкретно сложилась в данной семье, у данного ребенка, позволяет докторам и активно коммуницировать друг с другом, и давать родителям вектор направления в решении тех проблем, которые существуют в их семье, существуют у данного ребенка. Это полезно очень. И конференция такого плана очень замечательно дает возможность и владеть новыми знаниями, и получать информацию от специалистов другого профиля, а также коммуницировать с офтальмологами из других регионов, для того чтобы понимать, как обстоят дела у них и совместно решать проблемы наших пациентов. Такое большое количество врачей-специалистов, людей, которые занимаются этой проблемой по всему миру, очень помогает нам, родителям, эти проблемы все предвидеть. И то, что мы можем решить изначально, это гораздо проще, чем потом, впоследствии, решать уже более серьезные проблемы. Я бы хотела сказать большое спасибо организаторам конференции за предоставленную возможность выступить и обсудить родителями пациентов и врачами других специальностей, как конкретно нужно наблюдать пациентов с синдромом ВАГР, на что обращать внимание, и как им можно помочь нам всем вместе. Конференция была проведена при поддержке Фонда президентских грантов, Клиники доказательной медицины ДОК-Дети, уже упомянутого Благотворительного фонда «Созидание», Первого медицинского канала, Центра развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера», Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям, а также Благотворительного фонда «Детский взгляд».